О новых школах, водоснабжении, благоустройстве и, конечно, медицине. Обо всем, что волнует общественность. Встреча глава округа с жителями населенных пунктов началась с подведения итогов. В прошлом году на территориях за чертой города было выполнено немало. Это и новые дороги, и благоустройство прогулочных зон, ремонт детских площадок, плана 2023 не снижать планку. Поселкам и деревням в этом году уделят особое внимание. Большой шаг вперед будет достигнут в плане строительства социальных объектов. Сейчас в самом разгаре идет возведение образовательного комплекса в деревне Бородино. О ходе работ жителям доложил директор территориального управления. Уже выполнены работы по установке окон ПВХ, установки начаты по монтажу алюминиевых витражей, ведутся работы по устройству фасада. Срок завершения строительства социальных объектов намечен на 4 квартал 2023 года. Открыть детский сад и школу подрядчики обещают к началу этого учебного года. Также большая работа по проектированию социальных объектов идет в поселке Нагорный. В прошлом году на самом деле мы сделали достаточно прорывную вещь. Об этом надо знать, потому что в прошлом году школа строительством завершения по госпрограмме у нас с вами стояла 2026 год. Учитывая транспортная доступность и отсутствие образовательных учреждений доехать, мы обратились к правительству Московской области о пересмотре программы и переносе сроков строительства. Нам перенесли на прошлый год, мы уже в прошлом году заключили контракт, сейчас идет проектирование и со сроками завершения 24-й год. Не менее злободневный вопрос – это оказание медицинской помощи. Жители отмечают, нередко попасть к врачу для них становится целым испытанием. Но вскоре это останется в прошлом. Решение есть. Действительно, в поселке у нас с вами есть только в Вешках ФАП. Это действительно, это так. Но нам нужны выездные. Мы планируем новый главный врач Ольга Александровна Месюкевич, которая сейчас у нас главный врач городской клинической больницы. Мы с ней прорабатываем выездные приемы населения. На встречу пришли десятки жителей. А вопросов еще больше. Здравоохранение, освещение, транспортная доступность. Тем для обсуждения у мытищенцев много. Добиться решения проблем можно только в диалоге. Тут можно говорить шепотом. Меня не то, что слышат. Эта встреча у меня уже вторая. Но многие вопросы уже решены. Например, мы выходили с просьбой построить нам тротуар от деревни Вешки до Ховрина. Нам обещают, что будет тротуар и даже освещение. Такой формат общения стал мытищих традиционным. Насущные вопросы обслуживания территорий, благоустройства дворов, централизованные канализации. Услышать живую просьбу и пожелания всегда лучше. Это отмечает и руководство округа, и сами жители. Очень правильный выбран масштаб. Спасибо большое общение с жителями. Наконец-то мы можем стучаться, договориться и озвучить все свои проблемы напрямую. Это первое. И, конечно, очень большое внимание сейчас угловой к сельским территориям, что тоже очень радует. Раньше такого, к сожалению, у нас не было. Но надеюсь, что теперь что-то сдвинется у нас с мертвых точек. В ближайшее время объединенные встречи пройдут жителями всех населенных пунктов. Неуслышанным не останется никто. Алина Саваш, Петр Дзитковский, Первый Митичинский. Редактор субтитров А.Семкин